Мировая звезда Элина Гаранча выступила на сцене зала «Зарядье». Белокурая красавица Элина Гаранча – певица, которую на самом деле очень ждали. Она стала первой исполнительницей, на чье выступление все билеты были тут же проданы, как только новая концертная площадка столицы объявила об ее визите. Под аккомпанемент Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского, за дирижерским пультом которого стоял румын Ион Марин, латышская оперная дива предложила изящную программу в средиземноморском стиле. Сегодня Гаранча – настоящая топ-певица мировой оперы, ее мечтают заполучить все лучшее театры и концертные залы планеты. Фото – Лилия Ольховая, пресс-служба концертного зала «Зарядье». И хотя программа концерта немного удивила своей легкостью, первое отделение всего три не самые сложные Арии и две Верди, Эболи из Дон Карлоса, и Ария Адриана или Куверчеллио, а вторая часть программы была и вовсе отдана песням и испанская оперетти Сарсуэли. Певица была абсолютно обворожительна во всем. Вокальная техника ее безупречна, голос звучит очень красиво и естественно, без малейшего форсажа и актерской наигранности, делая ставку на сдержанную, благородную страсть. При этом, когда звучит Ария Адрианы, чувствуется, что на сцене подлинная Примадонна. Единственное, быть может, голос певицы не очень соответствует критериям митсо-сопрано, не по тесситуре, а по своей тембральной насыщенности. И похоже, сегодня Элина Гаранча хочет немного изменить свое оперное амплуа. На сегодняшний день она отказалась от исполнения Далила Сен-Санса, отменила свой дебют в Париже, где должна была предстать Дидона и в троянцах Берлиоза. В ее оперном расписании значатся пока только Сантуа в сельской чести Москанье и совсем другой образ от Берлиоза Маргарита в осуждении Фауста. Это все те партии, что формально написаны для митсо, но их часто и успешно исполняют и драматические сепрано. Минус. Концертный зал «Зарядье» открывает продажу билетов на новый сезон. Ныне Элина Гаранча сосредоточена на идее самой разнообразной поддержки молодых вокалистов конкурсы, мастер-классы. И на масштабном гастрольном туре несколько концертов в Германии и Австрии, далее выступления в Нью-Йорке и Буэнос-Айресе. Песенную часть московского выступления публика восприняла с особым воодушевлением. Все мелодии были специально оркестрованы для певицы. Некоторые аранжировки запретной мелодии Гастальдона и песни великого аргентинского танго-описца Карлоса Гарделя «День, когда ты меня полюбишь», были сделаны супругом певицы-английским дирижером Карелом Марком Чичоном. Певица демонстрировала умопомрачительное пианисимо, из которого рождалась трогательная мечтательность и щемящая задушевность, особенно запомнившаяся в роман селила малоизвестного испанского композитора Рассендамата. Финальная, испанская, часть вечера получилась очень темпераментной. На чистом русском языке Элина Гаранча объяснила, почему позволила себе легкий вульгаризм исполнить Арию Леандро. Это невозможно. Из Сарсуэлы Пабло Сарасаболя «Портовая трактирщица», которую для современной публики открыл и сделал культовой Пласида Доминго. И с тех пор она любима почти всеми тенорами мира. Но выяснялось, что композитор мечтал, чтобы этот красивый номер когда-нибудь все-таки исполнила женщина. И Элина пошла на это, хотя и не отважилась на взятие оригинального тенорового Ля, а граничилась наверху лябималем. Гаранча живет ныне в Испании и явно обожает мелодии этой страны. Ибиссы были таковыми, Ария Луиза и Сарсуэлы Руперта Чепи «Дочери Зеведеи» и «Бессмертный хит Гранада Агустина Лары» и, конечно, Хабанера Кармен, ради которой она даже сбросила туфли, но босоногого танца, к сожалению, не подарила. Но публика все равно была абсолютно счастлива, и выходя из зала, мечтала о новой встрече с прекрасной латышской певицей. Ныне Элина Гаранча сосредоточена на идее самой разнообразной поддержки молодых вокалистов. Сегодня Гаранча настоящая топ-певица мировой оперы, ее мечтают заполучить все лучшее театры и концертные залы планеты. Она может позволить себе идти на смену репертуара в поисках новых творческих смыслов. Любопытно, что о певице в самом расцвете сил написаны уже биографические книги между двух миров и туфли важнее всего. И оба эти тезисы она вертуозно подтвердила своим московским концертом. Прямая речь. Элина Гаранча, оперная певица. Я очень волновалась перед приездом в Москву. С печалью в сердце вспоминала свой предыдущий визит в октябре 2015 года, когда по приглашению Дмитрия Хворостовского вместе с ним пела в огромном Кремлевском дворце. Но счастливо, что этот концерт состоялся. И умная, просвещенная московская публика, быть может, познакомилась с немного другой Элиной Гаранча. Я в восторге от нового зала Зарядье. Вообще я люблю подобные большие площадки. А тут еще, что редко бывает, феноменальная, насыщенная акустика, не требующая от певца никакого насилия над голосом. Это очень ценно. Культуры музыка классика.